Тема сегодняшнего семинара – методология современной складской логистики. И некий практический кейс мы разберем, каким образом формировалась стратегия складской логистики некой крупнооптовой компании, расположенной в московском регионе. Естественно, за основу взята живая и настоящая компания, но здесь она не называется вполне осознанной. В последние годы действительно наблюдается резкий скачок роста к логистике, но к логистике не практической. Как таскать, как грузить, как возить, а именно к подходу, который применяет современная логистика. В том числе методологические некие подходы, о которых мы и поговорили. Хочется сразу же отметить, что если возникает интерес к такому направлению, как логистика, в центре специалисты очень разнообразные курсы, которые охватывают как направление складской логистики, и ближайший мой семинар начнется ровно через неделю, так и направление транспортной логистики, управление закупками, аналитика логистики. В рамках центра специалист можно получить вплоть до дипломного образования в сфере логистики, потому что существуют и комплексные программы совершенно различных комбинаций. Подробности на сайте. Еще раз добро пожаловать 16 декабря, еще не поздно. Цель семинара – обозначить основные подходы, используемые в складской логистике, и не только в складской логистике, и проиллюстрировать их примером развития складской логистики некого оптового предприятия. Так что же такое методология современной логистики? Прежде чем начать рассказ, давайте сконцентрируем свое внимание на одном слове – современное. Что такое современное, насколько оно современное, и для того, чтобы понять, что же современного в смысле новизны, а не происходящего сейчас, есть в подходах, применяемых по логистике, неизбежно мы вынуждены совершить краткий экскурс в истории. Но прежде чем передвинуться на пару тысячелетий назад, я хочу привести одно из их реально не десятки, а даже сотни, одно из определений логистики. Логистика в целом – это управление потоками. Потоками любыми – материальными, финансовыми, сервисными, информационными. Но в центре практической логистики, тем не менее, всегда лежит поток материальный. Вот, исходя из такого определения, мы и посмотрим, когда это самое управление потоков началось. Первое упоминание о логистике, причем с письменным упоминанием слова «логистика», появилось ни много, ни мало, две с половиной тысячи лет в Афинской республике. И тогда логистами назывались финансисты, хранители казны республики, те, которые следили за поступлением и расходованием денег. Вспоминаем определения финансовые потоки. Две с половиной тысячи лет назад логисты, именно так и назывались, всех было 30 человек, управляли финансовыми потоками целой республики. Не узнаете, проверка, видно ли издалека, кто на следующей фотографии? На следующей фотографии Александр Великий или Александр Македонский. Его, наверное, можно назвать, и опять же, это не легенда, это письменное подтверждение. Это человек, который впервые подтвержденно применил методики управления потоками и распределением. Да, все это использовалось в завоевательных подходах, но практически все рывки современной цивилизации, они инициировались, к сожалению, войной и подготовкой к войне. В чем заслуга Александра Великого? Ну, в частности, есть документарно подтвержденный факт, что либо он, либо неупомянутый в рукописных источниках его начальника дела логистики придумал располагать склады впереди движения армии в восьми днях пути, причем в восьми днях пути к коннице Александра Македонского. Конница в то время за сутки проходила примерно 50 километров. Восемь дней пути, 50 километров, это примерно 400 километров. 50 километров для конницы, но им когда-то надо отдыхать. Тем не менее, вот армия двигалась, передовые отряды Македонского двигались примерно с такой скоростью, но двигались вперед, там же сопротивление встречалось. Некое, да, то есть они могли в какие-то дни на месте стоять, и какие-то сражения, естественно. Вот, и высылались вперед некие складские логисты, которые организовывали склады впереди в восьми днях пути. Практически магическое число, потому что 400 километров на сегодняшний день это та цифра, которая разрешена для передвижения в сутки для международных перевозок. В основном это применимо для Европы. Вот, у нас охрана труда на это смотрит, но не очень жестко. Но, тем не менее, вот 4 век до нашей эры эта цифра возникает. И, на самом деле, один из частных подходов к распределению складов, к определению оптимального местоположения, это тот самый метод, который использовал Александр Македонский. Вкратце, этот метод заключается в том, что оптимальное расположение склада линейно на линии находится в той точке, в которой, вот в данном случае это точка F, слева и справа от которой сумма грузооборота с клиентами одинаковая. То есть сумма клиентов слева ABCDE и сумма FGH, в данном примере, они равны. То есть еще такие методы называют гравитационными. Гравитационными, ну, это по аналогии с определением Центра Терриста. Ну, правда, если применять уже плоскостной метод, вот такой гравитационный, если его применять к Московскому региону, то получится, что все склады будут располагаться где-то в районе Кремля. Вот, поэтому такой метод успешно применяется в регионах, где он не настолько сконцентрировано, да, и стоимость склада в Кремле, она, видимо, непосильна большинству компаний. Вот, в московском регионе применяется в дополнение еще ряд методов, о них чуть позже. Вернемся к истории. Еще одно понимание логистики, не совсем современное, но связанное, вел, ну, даже не возьмусь назвать его великим математиком, потому что он был и историком, и музыкантом, и дипломатом. Готфрид Лейбеттс. Он попытался и успешно попытался свести основные структуры математики к понятиям формальной логики. И вот этот подход он назвал логистикой, а логистами, приверженцев, теории логицизма. И, наконец, ближе, 18-19 век, первый фундаментальный письменный труд по логистике именно с таким названием, а назывался основной раздел этого труда о логистике или практическом искусстве перемещения армий был написан и рожден очень интересным человеком. Его называли голландцем для французов и французом для русских. Он какое-то время служил в армии Наполеона, но Париж входил вместе с армией Александра Первого, уже будучи генералом русской армии. Он же является основателем военной академии в Санкт-Петербурге. И если посмотреть на основную структуру вот этого его труда и немножечко его перевести на современный язык 21 века, то практически полный понятийный аппарат, примененный Жемини, он почти на 100% это современный понятийный аппарат современной логистики. Табличку сравнения, если интересно, я выложил в личный кабинет группы, ее можно скачать, посмотреть. Неким оппонентом Жемини выступал не менее известный человек барон фон Клаузевиц. В чем же разночтение подходов Жемини и Клаузевицы? А разночтение этих подходов заключается в том, что сейчас называют методикой определения основной структуры менеджмента. Жемини считал, что необходимо быть сильными в одном месте и таким образом одерживать победу. Барон фон Клаузевиц же считал, что и основные подходы его военной стратегии заключались в том, что необходимо быть сильным сильным по всем направлениям. И на самом деле вот этот спор сейчас продолжается, он до сих пор актуален. Актуален как в логистике, так и в теории менеджмента. И на современном языке это некий спор и обсуждение никакой подход к стратегии менеджмента лучше. Так называемый линк или бережливое производство. Может быть, слышали о таком? Вот. И так называемая теория ограничения систем. Базовое различие двух подходов это именно подходы к организации к стратегии менеджмента. бережливое производство предполагает акцентирование на абсолютно всех участках производства одновременно. Это теория, так называемая теория постоянных улучшений. Вот. Ввел ее тоже далеко это не теория 21 века. Это корпорация Toyota, это Таи Тиона, который впервые ввел эти понятия. В противоположность подходу бережливого производства есть теория ограничений, которую сформулировал Илья Хубок. Теория ограничений, на мой взгляд, ментально ближе к российской действительности, заключается в поиске узкого места, так называемого бутылочного горлышка. То есть находится узкое место, проблема, бутылочное горлышко, решается эта проблема и последовательно возникает следующее узкое место, поэтому это не параллельный подход к организации менеджмента, а последовательный. Оба эти подхода доказали свою состоятельность, в частности на конкретных примерах Таи Тиона это Тойота и не только Тойота, а Ильяху Голдрад это консультант компании Форд, компании Крайслер, если говорить об автомобильных, но на самом деле и сотен других. Все компании успешны до сегодняшнего дня и оба подхода имеют право на существование. Мы заглянули на тысячелетия назад, на 16-й, 18-й, 19-й век, прошлись по 20-му веку, что же современного в современных подходах современной логистики. Подходов таких не так уж много, это действительно то, что максимально развивается в последние годы. Это интеграция, интеграция со всеми граничащими областями, с менеджментом, финансами, с методом анализа в программировании и математической сфере, плюс современные инструменты, прежде всего программные инструменты. Очень коротко то, что называется кейсом. Дана некая оптовая организация, крупнооптовое предприятие товаров народного потребления с базой в Москве. У компании есть собственный складской комплекс, 80% поставщиков и 50% клиентов расположены в московском регионе, остальное мы говорим только о России, остальное по всей территории. И у компании собственный склад, заполненный практически под завязку. это график заполняемости по месяцам. То есть близко к 100% это единичка, но с некими провалами ближе к лету и с пиком ближе к осени. Компания естественно предполагает развитие и мы сейчас пройдемся по основным рэперным точкам, каким образом это развитие на самом деле реальной компании произошло и к чему это привело. Первое, что было сделано, это был разработан и определен так называемый перидор приемлемого качества. В каком качестве и какое количество и глубина логистических операций будет применяться в данной конкретной компании, ну, собственно, это и определяет рыночную нишу. такой компании. Будет это полный сервис с доставкой до квартиры, так называемой последней мили, с полным сервисным после гарантийным обслуживанием, да, или это останется в чистом виде оптовой торговли, не предполагающая взаимодействие с последующим клиентом. вот именно так определяется стратегия и позиционирование на рынке. После этого нужно получить какой-то помощник, какого-то помощника и не более того, то есть определившись со стратегией менеджмента, со структурой логистических услуг, компания выбирает себе некий набор учетно-аналистических систем, то есть неких программных продуктов, на которых, конечно, мы программно останавливаться не будем, это различные системы управления, ну, в отношении к логистике последние буквы это RP, это управление ресурсами, самыми разнообразными, производственными предприятиями, распределительными, дистрибуторскими, на каждое направление существуют свои системы, программы, комплексы, программные управления. Следующее, что было сделано компанией, это был сделан переход к так называемой втягивающей модели дистрибуции. Таких моделей всего две, втягивающей и выталкивающей. Если простыми словами объяснить, то разница заключается в том, кто главный, закупщики или продавцы. Мы покупаем то, что нам дали поставщики и потом пытаемся это продать, это подход выталкивающий. Мы приняли и дальше выталкиваем то, что у нас оказалось на складах в том числе. Втягивающий подход предполагает прогноз продаж, маркетинг и под закупки, под продажи делаются закупки. Следующий шаг определение минимальных складских запасов и минимальных страховых запасов. Естественно, запасы складские это не просто материальные ресурсы, это прежде всего замороженные деньги. Да, эти замороженные деньги дают некую страховую возможность равномерного распределения, покрытия спроса, но насколько они нужны и в каком размере и не замышлены ли они. То есть коммерческие структуры исторически естественно пытаются сделать склад максимально большим, чтобы в любой момент времени на любой каприз клиента вот перламутровый чайник какого-нибудь китайского производителя у них должен всегда лежать на складе. Но насколько это рационально, чаще всего нет. Поэтому определяется численное значение, причем численное значение естественно прежде всего в деньгах того минимального запаса как страхового так и минимального лежащего на складе, который необходим на данном этапе развития компании. Соответственно анализируется статистический подход, анализируется поставки, находятся вот эти пики и провалы, которые приводят к сверхнормативным запасам или наоборот к дефицитам материальных ресурсов. И строится оптимальная для данной компании в данное время модель заполняемости склада. Очень полезно и это было применено в данном конкретном случае. Визуализация и процессное моделирование. Это некий бизнес-анализ, который можно делать своими силами или с привлечением сторонних бизнес-аналитиков. Подробно мы, конечно, не будем разбирать, но действительно общий подход, когда визуально понятна вся структура как процессов, документа оборота, финансовых потоков, графически наглядно изображено со всеми связями, достаточно наглядно и легко находятся те дыры и провалы, которые существуют в каждой конкретной организации. Ну и, наконец, проделав всю эту немалую работу, умудрившись не обанкротиться при внедрении учетных систем типа ERP, что иногда случается, задумались о том, что, ну вот у нас есть вот этот вот склад в ближайшем Подмосковье, заполненный собственный склад, а не попытаться ли нам это перевести на так называемых специалистов. на компании, которые профессионально этим занимаются, оказанием логистических услуг, ну, собственно, это их бизнес. Или попытаться перейти на модель, достаточно модная модель, чисто посредническая, которая называется дропшиппингом, когда компания в небольших масштабах просто один человек или компания занимается просто перепродажей без собственных складов. Закупили, организовали перевозку от поставщика клиенту. Такая модель тоже имеет право на существование, но в существенных масштабах она на сегодняшний день неприменима. То есть это применимо в случае относительно мелкого бизнеса. И вот наша компания замечательная прошла в реальной жизни почти два года, могу сказать. И она пришла, помните картинку, примерно такая же кривая была, но ближе к единичке. Вот сюда. А теперь она практически на половине склада. с таким же примерно провалом, с такими же примерно пиками. И компания оказалась в ситуации, когда есть собственный полупустой или полуполный склад, да еще и вот такой неравномерный по времени года. Я уже упомянул так называемых PL-провайдеров или операторов логистических услуг. которые делятся на провайдеров от единички до пяти. И вот это от единички до пяти на самом деле указывает на количество и глубину услуг, которые они оказывают. От условно простой перевозки до полного аутсорсинга, включая бухгалтерию, закупки, взаимоотношения с покупателями. То есть у клиента 5 PL-оператора фактически остается стратегический менеджмент и считать деньги. Вот перед таким выбором оказалась компания. Примерно наполовину заповнили склад. Можно эту половину отдать на откуп PL-операторам. Можно впустить PL-оператора на этот самый склад. Можно продать склад, взять в аренду. То есть все комбинации возможны. Такого рода комбинации еще один метод, о котором я хочу в заключении рассказать. Это метод определения стоимости, учет затрат по видам деятельности. Называется он ABC, не путать с ABC-анализом, который основан на методе Парета. Activity-based posting. Во многих источниках обсуждениях литературы я вижу, что его практически приравнивают функциональности стоимостного анализа. вещи совершенно разные. Функциональности стоимостной анализа ориентирован на продукт, на конечный продукт, каким образом операции влияют на себестоимость продукта. А activity-based costing ориентирован на стоимость процесса. Именно этот подход и применяется при сравнении себестоимости собственных операций с фактически прайс-листом или оператором. к чему в результате пришла рассматриваемая наша компания. Вот он результат. Примерно 40% собственного склада было сдано в аренду. Там, где кусочки PL, вот эти кусочки и примерно на то время, которое здесь указано на временной шкале, было отдано на близлежащие склады 3PL операторам. И достаточно необычный подход для торговой компании. Вот там, где в буковке ОХ ответственное хранение, вот эту часть компания, имея очень квалифицированный складской персонал, решила сама оказывать услуги ответственного хранения и пустила на свою территорию сезонных клиентов. А сезонные клиенты очень часто это продуктовые, очень часто это вода, типа Пепсика, Балтика, у которых пики хранения как раз приблизительно в этот период жарки, именно хранения сезонного. И найдя вот таких клиентов, примерно на весну, лето и кусочек осени, зарабатывали на собственном складе торговые компании оказанием тех самых пель-услуг ответственного хранения. А вот эти кусочки пель, сначала они оказались на безлежащих складах, а когда появилась возможность некой дешевой доставки из Китая, напоминаю, что у нашей модельной компании 20% поставок как раз оттуда, вот когда появилась возможность дешевой доставки через Монголию из Китая до Иркутска действительно совсем демпфер был. Посчитав всю экономику, используя тот самый метод activity based костинга, было принято решение об организации небольшого и дешевого так как это Иркутска, а не Москва, демпферного склада в Иркутске. Так в компании еще и собственный автопарк существовал, то есть в отличие от привлеченного транспорта с обратными рейсами у собственного автопарка всегда беда. И условно доставляя товар в Иркутск обратно нередко они ехали полупустыми или пустыми совсем. Таким образом имея буферный склад в Иркутске, ну фактически да, то есть идет с центрального склада, товар из Москвы доезжает до Иркутска, в Иркутске если что-то необходимо для Красноярска и Новосибирска в области забирает, довозит туда и какую-то часть может быть везет обратно в Москву. В результате это существенно дешевле, чем намного. напоминаю, что мы таким образом освободили эти пики и начали зарабатывать на аренде и ответственном хронизме. Ну буквально буквально минуту о некой особенности современных подходов это так называемая геймификация. геймификация проектного управления, то есть появляется некий игровой момент и очень ярким примером служит достаточно широко сейчас внедряемый проект, пришедший от программистов Силиконовой долины и сначала используемый только программистами, называется он Scrum. Scrum если говорить о исторической аналогии это некий метод мозгового штурма. Строго регламентирован распределены роли вот это вот курица и свинья это тот самый игровой момент связанный с некой шуткой когда курица и свинья решили организовать бизнес по организации ланчей и эти ланчи состояли из яичных сервис бекона и соответственно вклад в такой бизнес у курицы поверхностной а у свиньи насчет бекона он полноценный ну есть и курсы в том числе и в специалисте которые очень подробно и методы и способы они тоже успешны они зарекомендовали себя да улыбка да это некое видение современности вот этот вот игровой момент геймификации да пока я могу сказать ну как ваш человек все-таки начинавший в 20 веке что да не заставшийся к счастью или к сожалению то время но мозговой штурм какой-нибудь сталинской шарашки да по факту он по факту он эффективный да бомба спутник вот насколько эффективны современные геймифицированные подходы ну время покажет ну и наконец буквально у нас остается одна минута очень краткий обзор курс который начинается через неделю который называется менеджер по логистике по направлению складская логистика вот на этом курсе 40 часовом подробно и глубоко разбираются классификации складов технические аспекты технические и организационные вопросы организации складов совершенно разного типа от открытых складов крупногабаритных товаров до полностью роботизированных складов подробно разбирается вопросы законодательства складского учета и документы оборота организация складских операций рассмотрим достаточно подробно системы управления складом WMS системы так называемая но на картинке этот муравейник это наверное самый распространенный на сегодняшний день вид склада с операциями здесь в курсе разбираются и работы по кадровые вопросы вопросы управления персонала мотивация KPI лучше лучше ли иметь вот того который справа вот такой персонал с которым наверное нет проблем с KPI зато существенно влияют многие другие проблемы но если обратить внимание вот сюда да то вот этот вот человек слева мешок намного быстрее переносит чем вот это устройство справа поэтому насчет эффективности да это красиво но насколько это все применимо эффективное управление борьба с хищениями здесь могу только сказать что роботы тоже воруют как незабавно это звучит и правильная организация неавтоматизированного не роботизированного склада на самом деле может быть практически с нулевым уровнем хищения на этом собственно наш семинар на сегодня закончен спасибо за не